Ну что, вот такой у нас получился круиз. Здравствуйте, гости города. Киташи теплоходы Москва 121, вас приветствуют на своем борту и мы начинаем наше путешествие по символической главной улице города по реке Неве. Единственное, что у нас путешествие чуть расширенное, у вас написано, что мы два часа с копейками, болтаемся на нескольких водах. Это не потому, что тут в Петербурге только открылась больше, чем более-менее стандартная полуторачасовая экскурсия, хотя она в полной мере у нас будет. Парадная набережная и, главное, красивые дворцы, все, что полагается, мы обсудим по пути, проходя мимо. Но у нас еще и выход в море, у нас еще элемент под названием Морской круиз. Вот для него-то сейчас мы здесь между парадной английской и мастерской набережной разворачиваемся в виду Академии художеств, чтобы пройти по самым нижним мостом в сторону самых низовых реки и выйти даже в Финский залив. В ближайший час будем мы погибать в Васильевский остров. Там тоже, если все посмотреть, такой стандартный, взвешенный и очень скучный туризм с красотами центра города, вот он здесь. Но там, куда мы отправляемся, настоящая причина для существования города – судостроение, промышленность, заводы. И идти на целая фабрика конвейер кораблей, которые там, наверное, стоят, включая и атомные ледоколы, и боевые корабли, и гражданские траулеры всевозможные. Это тоже более чем примечательно увидеть. Тем более, что в отличие от этих акваторий, где административно город, там уже промышленные зоны, там невозможно добраться и кое-что увидеть. Мы же все это, всю подноготую Петербурга, взглянем во всех деталях. Пока мы развернулись в виду Академии Художества, большого квадратного в плане здания с каким-то приземистым куполом по правому борту. А перед ним обратим внимание на самое древнее кузнеискусство в Петербурге. Можно увидеть не в музее Весли. Сфинксы, настоящие египетские сфинксы Среднего царства, 15-го столетия до нашей эры, то есть им 3500 лет, вполне им позволительно сдавать тазовые и каверсные вопросы по сроку жизни, мы будем с ними песчинки. И вот мы устремляемся под один из пролетов таз, как минимум, потому что, собственно, Петербург без мостов и Петербург, город возник на и благодаря могучей реке, связь между берегами необходима. Долгое время она не была обеспечена, мосты постоянные, появились только в 19-м веке. И вот это долговеческое самое первое доложительное движение в 1850-м году. С тех пор он предыдует две реконструкции в последние 2010-е годы. И все это сейчас заслеживаю нынешние ветветы на асфорные фермы. Мы просто не двух полосок, а восемь полосок еще в каждую сторону. И для нас умеряются еще и символические границы, потому что дом моста, река Нева и вообще все эти акватории подчиняются губернатору города, подчиняются местному ГУВД. Продолжение следует...